На телеканале Россия 1 главные вести Карачаева, Черкесия. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Куркмазов. Здравствуйте. Сельский коронавирус. Как в аулах Карачаева-Черкесии идет борьба с пандемией. Репортаж из Эльбургана. Детей научат культуре поведения на дорогах. В Иркин-Шахаре открылась лаборатория безопасности. Парнокопытные вандалы ломают лавочки в Карачаевске. Новый мэр вышел на тропу борьбы с беспризорными коровами. Готовим лыжи. Карачаева-Черкесия открывает зимний сезон в горах. Что нового ожидает туристов? Начинаем вестями из Абазинского района. Количество выявленных больных коронавирусом хоть не сильно, но растет. Какая работа ведется в отдаленных аулах, с чем сталкиваются врачи в период пандемии в сельской местности? Как изменился график работы медиков? Из амбулатории в Эльбургане репортаж Альбины Ламковой. Население аула Эльбурган составляет более 2000 человек. И естественно, почти каждый из этих людей когда-либо нуждался в медицинской помощи. Получить ее можно во врачебной амбулатории, находящейся на этой же территории. А в случае острой необходимости в Эльбургане располагается пункт скорой помощи. И в это непростое время, время пандемии коронавирусной инфекции, у медицинских работников в этих двух учреждениях жизнь изменилась. Медицинскую помощь оказывают не только жителям Эльбурганом, но и соседнему аулу Нжичкун. Врачи амбулатории не оставят без внимания никого. Помогают людям. Вот, например, я обратилась вчера, у меня не коронавирус, просто со здоровьем. Она мне написала лекарство, теперь буду капать. В это непростое время принцип работы у медиков, конечно же, не изменился. Они по-прежнему делают уколы, ставят капельницы, берут кровь, назначают необходимые препараты. Свою работу продолжает кабинет стоматологии, дневной стационар, педиатру которого всегда за дверью маленькие пациенты. В общем, нагрузка серьезная. Раньше за день бригада медработника выезжала к пациенту один-два раза. Сейчас до девяти выездов в сутки. Нагрузка вдвое-втрое увеличилась у нас. И, например, вот к нам в поликлинику приходит на обычный прием амбулаторный пациент. И ты даже не знаешь, чего ожидать. У него новая коронавирусная инфекция или обычная наша, что было ОРВИ. Врачей можно понять. Они переживают за свои семьи, потому что прекрасно понимают, что каждый вызов с повышенной температурой можно расценивать как потенциальный коронавирус. И медики эту инфекцию могут принести к себе домой. Так и было у Белы Коховой. Она, как и большинство медработников, уже переболела ковидом. Это было первую волну пандемии. И этот период был самым тяжелым для медиков. Мы тогда не знали, что это за инфекция, как ее лечить, алгоритм. Сейчас очень прям все налажено. У нас и с Министерством здравоохранения, по госпитализациям, по лечению, по транспортировке на компьютерную томографию. То есть у нас человек сегодня вызов сделал. Вечером он уже получит, если ему необходимо, компьютерную томографию легких, лечение амбулаторное расписанное. На следующий день или по очереди, по очередности, тест. Белла Кохова не могла не отметить и тот факт, что большинство пациентов в врачебной амбулатории коронавирусную инфекцию переносят в легкой форме. Но есть и сложности. К сожалению, не без этого. Самое сложное – видеть, как человек тяжелеет. Видеть, как человек на 11-й день, например, приходит к тебе и говорит, что 11 дней он температурит. И только на 11-й день он обратился к тебе. Очень много таких больных. Справиться с вирусом возможно, добавила в заключение доктор. Для этого нужно быть бдительным, серьезно относиться к своему здоровью и доверять врачам. Альбина Ламкова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. И вести за перштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 11 694 человека. Из них 7 860 выздоровели, 849 – госпитализированы. И вести из Ногайского района. Сегодня в Иркеншахаре состоялось торжественное открытие передвижного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма под символичным названием «Лаборатория безопасности». Его цель – формирование у детей культуры поведения на дорогах и профилактика ДТП с юными участниками движения. Подробности у Мурата Джанкёзова. Федеральный проект «Лаборатория безопасности» реализуется совместно с Госавтоинспекцией МВД, Российским союзом автостраховщиков, при поддержке Министерства образования и Министерства транспорта Российской Федерации. Карачаево-Черкесия стала первым регионом СКФО, принявшим эстафету. Выступившие на торжественном открытии отметили то, как важно сформировать у детей и подростков культуру поведения на дорогах, даже в самых отдаленных уголках республики. Данная лаборатория безопасности будет выезжать во все муниципалитеты нашего субъекта, во все образовательные организации. И там, где сегодня нет возможности создать автогородки, такой автогородок приедет сам в каждую образовательную организацию. Мы очень надеемся, что та профилактическая работа, информационно-разъяснительная работа и с нашими детьми, со школьниками, студентами, с преподавателями, с родителями позволит привести к сокращению нарушений на дорогах наших. Целью программы «Лаборатория безопасности» является снижение числа аварий с участием детей и формирование дисциплинированного поведения юных участников движения. Она предусматривает полное вовлечение ребят в процесс осознания опасностей на дороге, воспитания личностей, соблюдающей правила дорожного движения и владеющей культурой поведения на дороге. Выражая позицию управления ГИБДД, мы надеемся, что открытие вот этой лаборатории безопасности на территории Карачаева-Черкесской республики, это такой беспрецедентный шаг впервые в истории Карачаева-Черкесии, позволит вывести на принципиально иной, более высокий уровень образования, которое получают наши дети. И то, что у нас даже по сравнению с прошлым годом сейчас снизилась на 50% аварийность с участием детей до 14 лет, я не сомневаюсь, что в следующем году мы, подводя итоги, увидим, что аварийность с участием детей снизится еще намного. Сама лаборатория безопасности размещается в автомобиле «Форд Транзит», внутри которого есть все необходимое для проведения занятий. Уникальность программы заключается в доступной подаче информации, широком охвате аудитории и мобильности программы. Центр, открывшийся в агроколледже, научит детей ориентироваться в транспортной среде и даст возможность осознать всю серьезность своей роли в дорожном движении. Мурат Жанкёзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия. А теперь вести о настоящем герое. Десятилетнего Батыра Гаджаева, спасшего тонущего первоклассника, наградили медалью Совета Федерации за проявленное мужество. Награду юному спасателю вручили сенатор от Карачаева-Черкесии Ахмад Салпагаров и их Крым Казаноков. Напомним, инцидент произошел в начале сентября на берегу реки Тиберды. Там отдыхали несколько детей и взрослых. Батыр первым заметил, что первоклассник тонет и вытащил его на берег. Ранее глава республики Рашид Тимрезов за проявленное мужество принял решение присвоить Батыру Гаджаеву звание юный спасатель Карачаева-Черкесии. Он стал вторым обладателем этого почетного звания в регионе. Легкий ноябрьский мороз и не на ветках, и много солнечных дней. Но снежок под ногами не скрипит. Будет ли скрипеть завтра? Что посмотрим, что говорят синоптики. В Карачаево-Черкесии осадки. Снег ночью местами сильный. В отдельных районах туман и гололед. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью 0-5. Днем 5 градусов выше нуля. А в горах ночью до 11 градусов мороза. Днем минус 1-6. На дорогах местами гололедится. В Черкесии ночью и утром осадки. Мокрый снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1-3. Днем 3-5 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Они ломают лавочки и урны, раскидывают мусор и портят городское зеленение. Крупнорогатые и парнокопытные вандалы стали серьезной проблемой в Карачаевске. Как городское руководство вышло на тропу борьбы с беспризорным скотом в репортаже Ахмата Халкечева. Появление беспризорного скота в городе – это результат безответственного отношения их хозяев, которым, по-видимому, еще раз нужно напомнить, что они в ответе за тех, кого приручили. Данной проблемой серьезно занялось городское руководство после многочисленных жалоб людей, которые возмущены парнокопытным беспределом. Они переворачивают урны, они переворачивают лавочки, вазоны с цветами вот так разрушают, тоже ломают, переворачивают. То есть вот такой ущерб наносят всем, кто пытается создать красоту в нашем городе. Это очень обидно каждому жителю. Они по помойкам шарятся, и потом еще это доят этих коров, а мы пьем это молоко. Я считаю, что это недопустимо совершенно. Завел животное, надо за ним следить. Хозяев животных, которые нарушили общественный порядок, на первый раз почти простят. Всего лишь разъяснительная беседа и предупреждение. Но при повторном случае штрафа уже не избежать. Сумма варьируется от одной до пяти тысяч рублей. Ведь помимо порчи городского имущества, беспризорный скот – это опасность на дороге. Мера, вынужденная штрафами наш бюджет сильно не пополнить, она больше воспитательная, чтобы нарушитель в следующий раз подумал, прежде чем выпустить свою корову в город, лучше купить на эти денежки корм и дома кормить свое животное. Только за прошедший месяц в Карачаевске выявлено более 15 нарушений с участием домашнего скота. Хозяев парнокопытных привлекли к административной ответственности. Некоторым выписали штраф. По словам Камала Каркмазова, ситуация начала меняться к лучшему. Были и те, которые думали, что это нормально, люди, которые не знакомы были с данной ситуацией, с законом. Да, для них отдельно разъяснение проводилось, что так нельзя, и да, они больше не повторялись. Но ситуация как бы улучшается. По крайней мере, я выезжаю каждый день в город раз 10, на и за день проезжаю весь город. Город кругами и смотрю. Но сегодня точно ни одной не видел. Средства, полученные от штрафов, идут на корм животным в пункте временного содержания, а еще на восстановление озеленения и иного ущерба, причиненного бульонками. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. В Вести Зеленчугского района новый горнолыжный сезон в Архызе открывается 28 ноября. В зимнем сезоне туристов ждет много интересного. Новые зоны катания и точки питания на склонах и площади Романтика. Предусмотрены новые удобные тарифы на скипассы. Еще одним удобным нововведением стал трансфер из аэропорта Минеральной воды обратно. Напомним, Архыз за 7 лет работы стал популярным местом отдыха для туристов из Южного и Северокавказско-федеральных округов и других регионов России. Романтик посетили около миллиона гостей. Это все вести на сегодня, а далее продолжение сериала «Грозный». Приятного вам путешествия во времени и веках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин